У нас есть очень-очень приятная вакансия. Недавно освободилась мастера в КИП. Вот, как раз там нужно электрическое образование. Я думаю, вам стоит попробовать, раз вы уже работали мастером, занимали такую управляющую должность. Антонина работает на второй теплоэлектроцентрале. Такая неженская профессия однажды стала ее мечтой, и теперь девушка с удовольствием рассказывает о компании с искателем работы. Я вообще очень долго искала работу. Я ходила в разные компании. Мне отказывались, что-то мне не подходило, какие-то условия мне не нравились. Каким-то работодателям я не подходила по критериям, так как у меня нет опыта. Вообще мне в университете прогнозировали, что ничего у меня в энергетике не получится, но мой начальник с удовольствием меня принял. При трудоустройстве в компанию новеньким назначают тьютеров, которые помогают обучиться и после сдачи экзаменов получить допуск к самостоятельной работе. Вообще профессия инженер-электрик. Я отработал 10-11 лет на моторном заводе, мастером, электриком, мастером, энергетиком. Потом ушел золотом торговать в ювелирном отделе. Причем в Альвине работал в ювелирном отделе. Потом закрылся отдел и вот сейчас работу начал искать. Электромонтеры, электрослесарь и электрослесарь экип, контрольно-измерительные приборы и автоматики. Также нам требуются машинисты топливоподачи, но остальные у нас вакансии единичные, но это широкий спектр. Кроме программ подготовки новых кадров, есть и партнерские программы для выпускников школ. Дирекция по персоналу СГК совместно с Алтайским государственным техническим университетом открывает новую специальность – тепловые и электрические станции. Мы приглашаем ребят на базе девятых классов учиться в технологическом колледже при политехе. Обучение длится три года и десять месяцев. По итогам получается готовый специалист – техник, теплотехник. Этот специалист может работать потом в турбинном цехе, в котельном, обслуживать оборудование соответствующее, заниматься монтажом, пуском, наладкой и так далее. То есть это такие базовые знания, базовый функционал, который очень важен для ТЭЦ. Срок карьерного роста с самых низов до руководящих постов, по словам организаторов площадки, сократился за все время существования компании с 20 лет до рекордных трех, хотя это и исключение из правил. Там большая профсоюзная организация, хороший коллективный договор, который помимо трудового законодательства какие-то дополнительные льготы и гарантии своим работникам предоставляются. Много вопросов уделяется охране труда, потому что предприятие большое, с опасным производством, поэтому достаточно хороший коллективный договор. Современный подход к организации труда – это сделать комфортным трудоустройство и дать возможность для профессионального развития. Дарья Ярошина, Алексей Фризин. День с толком.